Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Чем запомнится сегодняшний день? МИД Азербайджана прокомментировали гибель второго азербайджанского военнослужащего за последние две недели в результате нарушения вооруженными силами Армении режима прекращения огня. Напомним, в воскресенье 9 июня в результате выстрела, произведенного армянскими боевиками, в тертерском направлении фронта погиб военнослужащий азербайджанской армии Эльшан Халилов. МИД Азербайджана заявил в связи с убийством военнослужащего, что это очередной кровавый акт, совершенный армянской стороной накануне предстоящей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении и служит подрыву переговоров по регулированию Нагорно-Карабахского конфликта и усилению напряженности в регионе. МИД Азербайджана подчеркнули, что вся ответственность за реализацию этого сценария лежит на Армении. По данным армянских СМИ, именно министр обороны Армении Давид Танаян лично отдал приказ об убийстве азербайджанского солдата на тертерском направлении фронта, а затем представил к награде военнослужащих, осуществивших эти карательные действия. Напомним, что 10 дней назад в результате нарушений режима прекращения огня выстрелом армянского снайпера был убит майор вооруженных сил Азербайджана Агиль Амаров. Очередной трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, России и Ирана состоится до конца этого года. Его примет российская сторона. Об этом сегодня заявил посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку, приуроченной ко Дню России. Дипломат подчеркнул, что дата саммита официально будет объявлена позже, а также отметил, что среди вопросов, которые будут обсуждаться на встрече, в частности, транспортный коридор Север-Юг, сотрудничество на Каспии. Также на пресс-конференции Бочарников отметил рост товарооборота между странами с начала этого года, который за период с января по март составил более 500 миллионов долларов и таким образом повысился на 10% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, дипломат говорил о предложении России с азербайджанской стороны использования порта Алят в рамках коридора Север-Юг, рассказал о реализации экономических дорожных карт, подписанных президентами Владимиром Путином и Ильхамом Алиевым на встрече в Сочи в прошлом году, констатировал интенсивное военное сотрудничество между Россией и Азербайджаном, которое в том числе обсуждалось на минувшей неделе на встрече министров обороны России и Азербайджана в Анапе. Бизнес-диалог России и Азербайджан состоялся на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. В мероприятии приняли участие министр экономического развития России Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев. Орешкин подчеркнул, что Азербайджан является основным торговым партнером России на Южном Кавказе. Цитата. «Если в 2018 году мы с моим коллегой, министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым обсуждали в основном устранение барьеров в обычной торговле, то сегодня мы говорим о комплексных вещах», — отметил Орешкин. Так, в частности, по словам Орешкина, обсуждаются сложные проекты по выстраиванию цепочек добавленной стоимости, совместному развитию технологий по поставкам товаров на рынки третьих стран, формированию комплексных логистических проектов и многое другие. Министры договорились наращивать в России поставки азербайджанской продукции. В настоящее время в России реализуется проект создания сети магазинов «Дары Азербайджана», а до конца 2019 года винные дома Азербайджана откроются в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также осенью этого года российская сторона примет традиционный российско-азербайджанский межрегиональный форум. Суд арестовал восьмого фигуранта резонансного дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Постановлением Красногорского городского суда Московской области заключен под стражу Гамлет Рамикович Айропетян. Таким образом, по делу об убийстве Белянкина арестовано уже восемь человек. Это шесть граждан России Сергей Хаджанян, Рудик Манукян, Артура Кабян, Давид Егиазарян, Сурен Маркосян и двое граждан Армении Нарик Степанян и Саак Саакян. Вину они не признают. Известно, что остальные подозреваемые на данный момент скрываются. По оперативной информации, в драке участвовало предположительно 10 человек. Напомним, в ночь с 1 на 2 июня в подмосковном микрорайоне Путилково произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки, экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин получил удар ножом в область сердца и погиб на месте. Супруга продюсера Барри Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина сообщила Москва-Баку, что Барри Каримович пришел в сознание и уже пытается разговаривать. Однако пока он очень слаб. На вопрос нашего корреспондента о прогнозах врачей Лидия Шукшина заявила, Также супруга Алибасова заявила, что они приняли решение подать иск в суд на производителя средства для очистки труб Крот. На бутылке не было предупреждающих надписей, поэтому продюсер перепутал ее с питьевым йогуртом. Лидия Федосеева-Шукшина поблагодарила за поддержку всех, кто неравнодушен к произошедшей ситуации и выразила уверенность, что все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok